Верховная Рада Александр Жолобецкий родился в 1966 году в городе Николаеве в семье судостроителя. Тяжело работая всю жизнь, родители воспитывали в сыне любовь к труду, учили порядочности и самостоятельности, а также ответственности за каждый поступок. Александр Жолобецкий, выпускник школы номер 52 в лесках, учился хорошо, мог продолжать учебу в любом вузе, однако позвала юношеская романтика. Поступил в Мурманское высшее инженерное морское училище, которое и воспитало в нем настоящий мужской характер. После по распределению поехал во Владивосток на производственное объединение «Даль морепродукт». 1991 год стал для Александра поворотным. Приехал в Николаев к родителям, познакомился с девушкой, влюбился, женился и во Владивосток больше не вернулся. Развал Советского Союза, экономический хаос, отсутствие работы сделали свое дело. Александр принимает решение стать предпринимателем и основывает фирму, которая занимается торгово-экономической деятельностью. Позже поступает и успешно заканчивает Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии при президенте Украины. Надежный тыл и прочная опора в жизни Александра Жолобецкого – семья, жена и сыновья. Александр Жолобецкий – депутат Николаевского городского совета трех созывов. Трижды доверие ему оказывали жители Заводского района. Депутата Александра Жолобецкого избирателя характеризуют как ответственного и порядочного человека, у которого слова не расходятся с делами. Они помнят, с какой самоотдачей в 2002 году Александр Жолобецкий начинал свою депутатскую деятельность. Как асфальтировал внутридворовые проезды, стеклел лесичные клетки, занимался освещением дворов. И видят, с каким вдохновением он продолжает работать сегодня. Например, в нашем доме полгода канализация была полная, люди не могли дышать. Пока мы ходили и в городсполком, и в городсовет, и в санкт-петинстанцию, никто меры бы не принимал. Когда я пришла к Золобецким, говорю, Саша, надо что-то делать. Ну невозможно, уже скоро буду под детство идти. Саша вмешался, моментально все решили. Даже вот в отношении лифтов, в отношении того, что вот все стекла были в домах побиты. Это все он сделал для своих избирателей. Александр Александрович Жолобецкий говорит, вот человеку спасибо. И будет до 100 лет депутат, я буду за него голосовать. Вот с его помощью поменяли трех труб в подвале, на пластмассовой работали. Сказали департамент, ничего тут не департамент. Человек помог, то есть спасибо. Лариса Пруткаев, в прошлом директор любимого николаевцами детского городка «Сказка», рассказывает о депутате Александре Жолобецком, как о бескомпромиссном борце за справедливость. Вспоминает, как вместе с ним сражалась за сказку, которую в 2005-м хотели сдать в аренду участнику. Говорит, Александр Жолобецкий был единственным из депутатов, кто поддержал ее и помог сохранить сказку детям. Я обращалась ко многим депутатам, но никто не хотел брать на себя ответственность. Ну, будем говорить громкие слова, бороться за сказку. И мне встретился такой человек, как Александр Лисович Жолобецкий, который проникся, который понял. И мы начали с ним просто отстаивать детский городок. Борьба была очень долгая. Это все было на протяжении двух лет. Но, слава богу, у нас получилось. С большой самоотдачей и упрямством боролся депутат Александр Жолобецкий за Парк Победы, когда его территория оказалась в аренде. Хозяин планировал строительство торгово-развлекательного центра и закрытого элитного яхт-клуба. Отстаивая интересы общины, Александр Жолобецкий прошел множество судов различных инстанций, чтобы любимый Николаевцовый парк остался местом отдыха горожан. И вместе с ними победил. Благодаря настойчивости, упорству, сознательному наступлению депутата городского совета Жолобецкого Александра Александровича удалось этот парк сохранить для людей. Он не попал в частные руки, он остался для горожан. Хотя это был настолько трудный, длительный путь Александра Александровича, который прошел 14 судов, в конце концов их выиграл. И конечный положительный результат для горожан, что парк остался им. Жители микрорайона Варваровка помнят, как вместе с депутатом Жолобецким спасали местный стадион. Его территорию присмотрели частники, планировали там очередную автозаправку. На этом стадионе проходили всевозможные праздники, всевозможные концерты. Ученики 60-й школы здесь проводили уроки физкультуры, здесь тренировались футбольные команды. И к нам на помощь пришел депутат Николаевского горсовета Александр Жолобецкий. Когда Александр Александрович пришел к нам, он предложил нам воевать за этот стадион, чтобы отстоять его. И, конечно, директорство, наша школа согласилась ему помочь в этом. И вот с успехом мы его отстояли. Замечательный человек, после того, как мы отстояли этот стадион, он еще не раз приезжал к нам в школу и помогал нам с решением многих проблем. Поскольку в Варваровке нет водопровода, он решал вопросы, помогал нам с заменой крыши и с многим другим. Вопрос Варваровского стадиона сессия горсовета рассматривала несколько раз. По инициативе депутата Александра Жолобецкого и при участии местных жителей. Всем вместе стадион удалось отстоять. У меня в руках 3708 подписей людей, которые просят вас, депутатов, исполнительную власть, рассмотреть и отказать от эфира. В зале присутствует замдиректора 60-й школы, в зале присутствует председатель учительского комитета. Я прошу вас, депутатов, дайте им слово и послушайте. И прежде чем голосовать потом, посмотрите в глаза этих детей. Я, вся наша молодь и мешканцы не могут себе появить жизнь без самого найголовнейшего центра и починения. А у нас Варваровка, стадион, это единственный кусочек спорта. Так не дайте нас его забрать. Мы молодежь, будем бороться. Несмотря на сопротивление оппонентов, Александру Жолобецкому удается на месте котлована со свалкой возле дома номер 56 по улице Крылова в Лесках, которая портила жизнь людей несколько лет, организовать закладку сквера. Вместе с жителями микрорайона Лески он борется за сохранение 40-го отделения Укрпочты. Именно к нему идут за помощью родители, дети и учителя родной 52-й школы. В 2011-м она оказалась закрытой в санстанции из-за разъедающего стены грибка. Он появился вследствие постоянных потопов. Проблемы текущей крыши, несмотря на многочисленные обращения, власть не замечала. Начало учебного процесса 1 сентября 2011 года оказалось под угрозой срыва. Депутат Жолобецкий берется за дело и добивается выделения денег на ремонт. Я пришла 1 сентября, отремонтировали крышу и теперь нам больше никогда на голову не будет капать дождик. Большое спасибо Жолобецкому Александру Александровичу, его помощникам, за то, что они нам помогли сделать крышу. Ребенок пошел просто довольный, что она наконец-то спокойно будет учиться, не будет приходить говорить, что мама, мне холодно, мы учимся в курточках, ручки не пишут, что наконец-то уже и праздники будут проходить, и 8 марта, и Новый год, не будет этих луж. То есть вообще большое, огромное, человеческое спасибо. И вот уже год у нас нет этих проблем. В общем-то даже я могу сказать, что Жолобецкий – это наша крыша. Музыкальная аппаратура, компьютеры, мультимедийный проектор, радиомикрофон, ремонт актового зала и многое другое – это все рассказывает директор школы, дело рук депутата Александра Жолобецкого. Совсем недавно по решению педагогического и родительского коллектива в школе появился класс имени депутата Жолобецкого, который он отремонтировал и оборудовал мебелью. Я счастливый директор. Я считаю, что вот небесный диспетчер, которому виднее, когда, куда, зачем он расселяет людей во времени и пространстве, соединил нашу школу с человеком с активной жизненной позицией, высокой культурой, творческим отношением к делу, любовью к своей бывшей школе, к своему родному городу, к нашему государству. Самое главное, что ему небезразлично все, что происходит вокруг него. Человек – слово, человек – дело. Параллельно с работой на округе Александр Жолобецкий сотрудничает с общественными организациями, помогает учебным заведениям, не оставляет без ответа ни одно обращение. Варваровский детский сад находится далеко за пределами округа, по которому избирался депутат горсовета Жолобецкий. Тем не менее, просьбы его педколлектива о помощи не остались без внимания. Когда перед нами в этом году стала такая проблема после ремонта капитального групп, поменять нашу мебель групповую, у меня не возникало сомнений, кому мне обратиться за помощью. Потому что я знала, что в его лице я увижу поддержку и получу помощь, на которую рассчитываю. Я обратилась к нему. Буквально на следующий день он приехал к нам в детский сад, познакомился с нашими проблемами и тут же решил нам помочь, несмотря на то, что он не является депутатом микрорайона Варваровка. Благодаря помощи депутата Александра Жолобецкого в ремонте полов заработал читальный зал детской библиотеки Варваровки. Об Александре Жолобецком я узнала от дирекции школы. Решила на свой риск обратиться к нему. Знаете так, думаешь, вдруг помогут. В итоге пришел очень приятный мужчина. Я хочу сказать, как женщина. Очень приятный человек. С ним легко, комфортно. У человека есть харизма. Приятно общаться с таким человеком. И хочется вериться, что именно за такими людьми будущее нашей страны. Заводское районное отделение Союза инвалидов Украины, рассказывает его председатель Валентина Пивнева, сотрудничает с депутатом Жолобецким с 2005 года. С тех пор он здесь самый желанный гость. Вот такие, как он, должны его там в Верховной Раде быть. Он добрый, порядочный, честный, справедливый. И, я не знаю, такой доброжелательный ко всем. У него нет никакой злости, никакого нет. Он совсем ко всем относится, с добром. Когда бы не попросил, пожалуйста, тебе. Обращайся, хоть какое хочешь время, любое. Человек с большой буквы. Я для него готова сорвать звездочку с ним. Всегда рады Александру Жолобецкому в Николаевской политехнике. Без него и его поддержки здесь не проходит ни одно мероприятие. Ни культурное, ни образовательное. У него очень много хороших качеств. Я бы пожелал себе тоже такую же настойчивость, целеустремленность и волю к победе. Это очень важно в нашей жизни. Я всегда говорила и говорю, если бы у нас все были такие депутаты городского совета, потому что Саша депутат городского совета, то, наверное, все-таки и в учебных заведениях мы могли говорить о поднятии уровня развития студенчества именно в направлении национального воспитания студентов, патриотического, национального, культурного и так далее. За постоянную помощь инвалидам и больным детям Александр Жолобецкий удостоен звания почетный волонтер. Награжден грамотой Министерства труда и социальной защиты Украины за развитие волонтерского движения. С Николаевской волонтерской организацией трубота пролитних Александр Жолобецкий рядом с первого дня ее существования. Во многом, наверное, наша организация состоялась благодаря его поддержке. Но потом уже, когда он стал депутатом, это было, естественно, и помощь, и моральная, и материальная. И, знаете, действительно, человек слова, который всегда, у него слова согласуются с делом. На протяжении всего этого времени Александр Александрович остается и почетным волонтером, и постоянным нашим помощником, и нашей поддержкой, и опорой. Саша, это же Жолобецкий. Это нормальный депутат, что на него можно положиться, понимаете? Он, как что, пообещаю, он у нитку разобьется, а что-то, ну, не сегодня все равно. Он что-то так сделает, всегда. Это мы на него надеемся. Это честный человек, целеустремленный, он добивается своего. У нас тут, в микрорайоне, кое-чего многое было такое запущенное, добился. Я буду искренне рада вместе с нашими учащимися, с многочисленной родительской общественностью, с педагогами, узнать, что в нашей Верховной Раде интересы Николаева будут защищать народный депутат Александр Александрович Жолобецкий. Достойный кандидат, порядочный человек. Образец для подражания для учащихся нашей школы. И человек, у которого есть желание сделать жизнь людей цивилизованнее, комфортнее, обеспеченнее и счастливее. Время пришло, а вместе с ним пришло сознание. Я хочу, могу и готов к служению своей стране и ее гражданам. Я не раз доказывал Николаеву и николаевцам, что настойчивостью и системной работой можно изменить многое в нашей жизни. Люди это видят и помнят, за что я им искренне благодарен. Александр Жолобецкий. Кандидат в народные депутаты Украины по Центральному району Николаева и Жавтневому району Николаевской области.